Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бальканто. Меня зовут Елена Корнелеса-Сусоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы Полини Милуки и Дельмонок. Тема сегодняшнего разговора – это положение гортани и настроение певца. Я очень часто слышу такое мнение, что если я поплачу, это говорит певица, то я лучше пою, и вообще нужно петь на стоне, и всё такое. Вот про грусть, печаль и так далее. Я с этим не согласна. Почему многие педагоги хотят, чтобы человек был расстроен, плакал, певец? Да, обучающийся. Потому что тогда гортань понижается. Но она может понижаться и без негативных эмоций. Для этого нужно просто начинать низко распеваться сначала. И, допустим, почему я не люблю, когда во время занятия вдруг студент-ученик начинает разговаривать. То есть я только раз пела не на разговорной работе, и вдруг человек начинает разговаривать, значит, всё, гортань повышается, и певческая позиция уходит. И часто очень начинающие певцы об этом не знают. Теперь ещё интересный момент по поводу настроения и гортани. Внимание, оно всегда серьёзно на самом деле. Если в распевках формируется правильное внимание, то у вас есть внутренняя серьёзность. Она не обязательно грустная. Совершенно нет. Она, наоборот, такая светлая и серьёзная одновременно. Но если человек начинает, например, смеяться, то опять повышается гортань. И если это знать, то, в принципе, можно и улыбнуться, и посмеяться. Можно и, скажем так, что-то сказать мне или там коллеге, или поговорить с кем-то, а потом опять продолжить пение. Или с дирижёром поговорить. Но понимая, что вот я поговорила, сейчас правильное внимание должно быть воспитано. Поэтому я против слёз. И я знаю, как тяжело из состояния глубокой такой внутренней травмы выходить в пение. Когда умер мой муж, то я плакала буквально третий теле подряд. Мне нужно уже выступать. Вот вот сейчас, через буквально десять дней у меня на радио прямой эфир. И я себе запретила плакать. И голос где-то в течение месяца был очень низко. Вот такого дополнительного низкого. Низких обертонов было много очень. Как бы я немножко не узнавала голос чуть-чуть для себя. Потом, когда это состояние улучшается внутреннее, то голос немножко светлеет, как бы, да, обычно. Поэтому слишком тяжёлые эмоции, они, да, понижают гортань, но они не добавляют красоты в голосе, я считаю. Поэтому для внутреннего здоровья необходимо быть, уметь быть правильно, серьёзным. И в этот момент опускается гортань. И ещё она опускается, гортань опускается. Не только когда человек плачет и грустит, а когда он низко начинает распевку. Да, допустим, сопрано сибикар малой октавой, да, там, тенор с до или ре малой октавы, бас от соль большой октавы распевается, у него будет правильная гортань. Берегите свои духовные и душевные силы. Всегда можно найти выход из любой сложной ситуации. Всего доброго, до свидания.